Дорогие, хочу сейчас осветить два основных вопроса, которые часто задают люди относительно освобождения и изгнания бесов. Первый вопрос такого плана. Когда ты повелел бесам, духам выйти из человека? Они вышли. Куда они уходят? И второй, соответствующий этому вопрос, могу ли я направлять их в специфические, конкретные, определенные места? Есть ли у меня на это власть? Давайте прежде всего, чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим, что на данный момент существуют разные школы. Разного рода учения относительно освобождений и изгнаний бесов, которые практикуются в той или иной стране, в том или ином регионе. И есть учителя, которые несут в этой сфере определенные учения и наставления. И учат других, как изгонять бесов. В свое время, я и моя жена, мы сами учились в одной из таких школ, LL, ministry, служение. В Англии шесть месяцев мы были. Это было лет двадцать назад, наверное. И учились в этой школе. Поэтому за годы практики я читал много учений. Я слышал много учений. И я изучал разные методы, которыми учат люди в той или иной сфере. И существуют, прямо-таки скажем, разные мнения по этому поводу. Какие же мнения существуют? Первое мнение, что мы можем повелевать бесам идти в бездну. Второе, что мы можем повелевать бесам идти в ад или в Шеол. В преисподние места земли. Третье, что мы можем повелевать бесам. Изгоняя их из определенной территории географической. Посылая их на определенную другую географическую территорию. То есть, к примеру, бес такой-то, такой-то, я изгоняю тебя из человека в этом городе. И посылаю тебя на гору Килиманджаро в Африке. И там, чтобы ты был связан до конца дней своих. Есть те, которые посылают бесов в космос. Околоземное пространство. Есть те, которые посылают бесов на другие планеты. Есть те, у которых есть определенные ящики в духе. И они посылают бесов в эти ящики, чтобы они там находились. И можно продолжать перечислять дальше и дальше все эти вещи. Я понимаю, что кому-то, где-то, когда-то Бог может дать откровение. Чтобы действовать согласно этого откровения. Но учить этому откровению, что так должно быть, если это не подтверждено авторитетом Священного Писания, опасно. Поэтому в этой сфере особенно я стараюсь придерживаться Священного Писания, авторитета Священного Писания. Если мы смотрим в общем, в служении Иисуса Христа, в четырех Евангелиях, в общем, то мы замечаем, что в основном Иисус просто изгоняет бесов из людей. К примеру, Марка, 1 глава, 24 стих. «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин. Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, Святой Божий». 25 стих. Но Иисус запретил ему, говоря, «Замолчи и выйди из него». То есть он повелел бесу выйти из человека. «Тогда дух нечистый, сотрясший его, и вскричав громким голосом, вышел из него». И все ужаснулись так, что друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему? Здесь конкретно сказано, что Иисус повелевает духу выйти из человека, он выходит. Но не говорится, куда он направляет этого духа. Сам Иисус говорит, потому что есть даже те, которые, используя место, направляют духов в безводные места. И для них безводные места – это разные понятия, что это такое. Я верю, что, когда дух выходит из человека, он попадает в безводные места сам. Но иногда у служителя освобождения, который действует в изгнании бесов, есть такой элемент, что так как бесы очень часто проявляются, у человека появляется определенная гордыня и тщеславие, что он обладает огромной властью и силой, и он начинает превышать свои полномочия, которые Бог дает ему в этой сфере. И начинает становиться экстра-библейским. И начинает задействовать определенные методы, которые даже сам Иисус не задействовал. И в этом есть определенная опасность. И к тому же бесы могут подыграть этому человеку в этом, могут согласиться с ним. Но это уже второй вопрос, который мы рассмотрим. Итак, нигде в Евангелии мы не прочтем, что Иисус посылает бесов сам по себе в какое-то конкретное место. Есть служители освобождения, которые поступают безопасно. И я более склонен к этому. Они говорят так, бес, выйди из него и иди туда, куда Иисус хочет, чтобы ты шел. Иисус знает, куда нужно этому бесу идти. Но мы не имеем власти распределять бесов по разным регионам, по разным частям, и по разным местам. Наше дело освободить человека от беса, чтобы бес вышел из него, чтобы Дух Святой мог работать и утвердить его в этой свободе. Тем более, Писание недвусмысленно говорит, что бес может возвратиться в свой дом, из которого он вышел, определив его состояние и войти, взяв семеро злейших. Есть только одно местописание. Но оно не только одно, оно одно в Евангелиях, ну, в четырех, оно упоминается в разных Евангелиях. И мы возьмем эти все места, они похожие, но мы посмотрим это специфическое место. Луки, восьмая глава, тридцать первый стих. Во-первых, с тридцатого. Иисус спросил его, как тебе имя? Он сказал, легион, потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Поэтому есть люди, которые думают, что они имеют власть повелевать бесам идти в бездну. Во-первых, что такое бездна? Бездна это духовная тюрьма для бесов. И только Бог имеет власть заключить бесов в эту тюрьму. Откровение. Давайте посмотрим в Откровение. Я думаю, это будет также девятая глава. С первого стиха. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю. И дан был ей, этой звезде, то есть ангелу, ключ от кладезя бездны. Нигде не сказано, что мы имеем ключ от кладезя бездны. Да, мы имеем ключи Царства Небесного. Иисус имеет ключи ада и смерти. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дыма с большой печи и помрачилось солнце, и воздуха дыма из кладези. И потом вышли бесы туда. И сказано в 11 стихе царем над собою она имела ангела бездны. То есть бездна имела царя, ангела бездны. Имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполеон. То есть разрушитель. Евангелии от Луки они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Читаем дальше. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Есть очень много истолкований этих мест, почему именно бесов бесы просили, почему Иисус якобы послушался бесов, и сказал им идти в свиней. Как бы то ни было, написано, Он позволил им. И бесы, выйдя из человека, вошли в свиней. И бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. То есть мы здесь видим, что хотя они просили Иисуса, чтобы Он не посылал их в бездну, Он конкретно не послал их в бездну, а послал их в свиней. Истолкований пять или шесть разных я и читал. В одних истолкованиях это потому, что иначе они мучили сильно того, из кого они выходили. И так им пришлось попроще, и тому бесноватому пришлось попроще. Как бы то ни было, Иисус позволил им войти в свиней. Такой инцидент был всего лишь один раз. И на основании одного места Писания мы не можем делать доктрину и теперь всех бесов посылать в свиней, к примеру. Относительно первого вопроса я поделился выводы делать вам. Второй вопрос. Есть некоторые школы, где люди, которые изгоняют бесов, они общаются с бесами. То есть они активно вступают в диалог с бесом и начинают выуживать у этого беса информацию. почему ты вошел сюда? Как тебе имя? Что ты здесь делаешь? Как долго ты был? И хотя Иисус спросил, как тебе имя этого беса, и он ответил, что его имя было Легион, иметь основополагающей практикой получения выуживания основной информации от бесов, по моему мнению, я считаю, это не библейский принцип. Во-первых, бесы лжецы, и они могут врать. И можно не различить, где ложь, где право. Они могут говорить правду так же, особенно под определенным приговором, как некоторые служители делают, я повелеваю тебе говорить правду во имя Иисуса или истину. Они могут говорить правду, но где-то может и проскользнуть ложь. Очень часто бесы говорят через людей, имея эту гордость и манию величия, что они какие-то великие, что они какие-то огромные, что они какие-то здоровые и контролируют тут все. И это импонирует служителю освобождения, потому что он думает, какой он сильный и какой он мощный, если он соприкоснулся и столкнулся с таким бесом. Насколько он значимый и насколько он теперь важный и насколько большое дело он совершил. Очень часто бесы преувеличивают свою значимость и свои способности и свои силы в этой сфере. Они могут подыгрывать служителю освобождения и активно проявляться. но проявляются они или нет результат не по проявлениям, а по плодам освобождения. и мы освобождаем не опираясь на проявление, а опираясь на веру и власть, которую Господь дал нам в его имени и силу Святого Духа перстом Божьим. Изгоняя бесов, то достигло до вас Царство Божье, Иисус говорит. Конечно, нет два похожих человека и нет две похожих ситуации в освобождении. И иногда можно действовать по общей схеме, общими методами, и что-то будет происходить, и можно достигать результата. Но иногда можно столкнуться с чем-то, где нужна будет специфическая стратегия. И я предпочитаю эту специфическую стратегию получать не от бесов, а от Духа Святого через слово мудрости, слово знания или дар развлечения духов. Хотя не исключаю тот факт, что бесы они могут говорить через людей и сказать, что я не выйду, потому что он сделал то-то и то-то. Но зачастую брать бесов измором и утомлять себя излишним освобождением и того человека, за которого происходит освобождение молиться по 4, 5, 6 часов. Такие вещи я в своей жизни не практикую. Если человек, проявившись бесов в человеке, человек не получает освобождения в скором времени, значит, есть в этом причина, значит, есть определенное место, определенная зацепка, определенная открытая дверь. Поэтому иногда будет важно остановить служение и поговорить с человеком о его хождении с Богом. Или есть ли определенная проблематичная такая вот ситуация в его жизни. Или может какой-то неисповеданный грех, или у него есть определенное непрощение. или вообще в какой области он испытывает определенные трудности. Потому что я замечал, что после того, как платформа забрана, место забрано, нить порвана, и враг не имеет больше места в человеке, он довольно быстро выходит. Поэтому просто часами тратить на это время я лично поступать не буду. Тем более освобождение прогрессивно. Да, в редких случаях бес может начать говорить что-то. Но чаще всего Иисус запрещал бесам говорить, чем просто брал информацию от них. Бесы любят общаться. Они любят устраивать централизованные такие представления. Они любят отвлекать внимание посредством проявлений. И хотя проявления будут, у Иисуса были проявления. И когда мы изгоняем бесов, у нас тоже будут проявления. нужно соблюдать здравый протокол. Если какие-то вещи происходят во время собрания, неполезно будет остановить слово в этом собрании и заниматься этим делом, важно будет просто взять человека, увезти его в другую комнату или в другое место, для того, чтобы служить ему в освобождении. чтобы люди могли продолжать получать назидание через слово и не отвлекаться на проявление тех или иных духов через того или иного человека. Но эти все вещи Господь научает нас в процессе. Поэтому я больше предрасположен, если нужно что-то специфическое, какая-то информация, откровение о том, как поступить и что сделать, иногда Иисус говорит, ребят, этот дух изгоняется молитвой и постом. То есть, другими словами, вам нужна определенная стратегия. Нельзя применить один и тот же метод для любого духа, это сработает. Иногда есть такие случаи тяжелые и упорные, и вам нужна особая стратегия, нужно провести время с Господом, чтобы получить эту стратегию и не иметь привычку получать это от бесов, потому что я видел, что целые театрализованные представления устраиваются, где люди по 10-15 минут общаются с этим бесом через человека, и все остальные это все слушают. пусть Господь даст нам мудрость. Это те некоторые вещи, которые также я хотел поделиться с вами в этой сессии. Благодарю вас за внимание и благословение, пусть Господь даст нам мудрости и духовного развлечения в преизобилии, даже в этой сфере, чтобы мы эффективно служили, освобождая людей от бесов. Аминь.